Донбасс Приветствую всех, кто смотрит диалог с Донбассом. Сегодня говорим о важном, о том, как вернуть Донбассу былую славу, а всем жителям региона право на достойную жизнь. Традиционно команда проекта посетила несколько городов Донецкой и Луганской областей, чтобы понять, что беспокоит людей сейчас. Начинаем с такого вопроса. Донбасс край индустриальный, а потому возрождение промышленности очень беспокоит людей. Давайте послушаем. Когда предприятие будет работать, первый вопрос напросто. И когда будут рабочие места. Предприятие будет работать тогда, когда сегодняшняя власть и правительство повернется лицом к промышленности. И даст им действенную поддержку, а не просто будет рассказывать о том, что надо платить налоги, и надо выживать самим. Не могут предприятия выживать сами. Им надо помогать. Любое нормальное государство, особенно сегодня в условиях кризиса, оно им помогает. Они мешают, как сегодня, налогами, проверками, драконовскими процентами за кредиты, дорогими энергоносителями. И вот поэтому мы критикуем сегодняшнюю власть и правительство, потому что они вообще не соображают, как надо поддерживать промышленность. У них даже нет министра промышленности. И в правительстве никто этой промышленностью не занимается. Есть вице-премьер по евроинтеграции, которого у нас нет. А министра промышленности, которая у нас есть еще и пока, слава Богу, существует, его нет. Поэтому мы и говорим им, чтобы они уже уходили, потому что пора освобождать места. Нет от них никакой отдачи. Они не помогают ни промышленности, ни людям, ни культуре, в общем, ни медицине. Провалили все темы, полные бездари оказались. Жители прифронтовых территорий часто сталкиваются с целым рядом проблем, которые не присущи остальной части страны. Давайте послушаем вопрос из Светлодарска. У нас и так сложно в прифронтовом городе с документами. То есть, чтобы оформить документы, надо становиться в электронную очередь. А жители города Светлодарска не могут встать в электронную очередь, так как заблокировано. Мы звоним на горячую линию. А нам говорят, ну уж понимаете, в каком месте вы живете. В электронной очереди не работают. Поэтому просто даже встать в электронную очередь – большая проблема. Это многострадальный город Светлодарск. Я там был, видел, насколько по нему тяжело прошлась война. Я разберусь с этим вопросом, потому что эта проблема не только Светлодарска, а и Марьинки, и все города, которые находятся в самом пекле, в самой этой прифронтовой зоне. Обязательно разберемся и дадим ответ жительнице города Светлодарска по этому вопросу. Следующий вопрос от частного предпринимателя, который мечтает о том, чтобы поход проверяющих структур и служб был изменен. Давайте послушаем. Вопрос очень интересный на проверяющих структур и служб. То есть, я очень хотел бы предложить или попросить, чтобы они не были карательными, а были теми, кто может помочь предпринимателям, подсказать им, указать им на их ошибки, которые они могут исправить, а не наказывать. К примеру, у меня была ситуация, ошиблись, не доплатили человеку отпускных, официально, ну не провели, это была ошибка, 143 гривны. За это мне выписали штраф в размере 43 тысяч гривен. Где корректность и где вообще правда? Мне хочется, я всю жизнь работаю честно, официально. Все люди работают официально, все платим мы налоги, хотим зарабатывать и работать, трудиться в нашей стране. развивать ее и делать какие-то шаги. Дайте возможность честно и правильно работать, не наказывать людей, а как-то поощрять, может быть, есть методы поощрения, есть методы наказания. Я вижу в свою сторону, всю жизнь сколько работает, только методы наказания и все, только кнута. Где этот пряник и когда он будет? Вот этот вопрос меня интересует. Вот это как раз вопрос, который могут задавать в любом городе. Я недавно был в Кременчуге, такой же вопрос задавали. Я был в Купинске, Харьковской области, тоже такая же проблема. Хамское отношение налоговой, абсолютно противоположное действие, по сравнению с тем, что рассказывали, что будет налоговая льгота, будет прекращен кошмар со стороны правоохранительных органов, на предприятия, которые еще дышат, и совсем наоборот ситуация. Постоянные требования, увеличения, выплаты авансом, штрафы драконовские. Вот это еще раз нас подтолкнуло к тому, что правительство должно уйти в отставку, потому что они ситуацию эту не контролируют, и они не помогают даже теми налоговыми послаблениями, которые помогает весь мир. Весь мир освобождает свои предприятия от налогов, старается поддержать своих. Эти только платят внешние долги, и прекратили платить за всем своим, всем предпринимателям, врачам, учителям, то, что они должны будут делать в этот тяжелый период. Какие перспективы у городов Донбасса? Есть ли они? Вот что беспокоит людей. Дожились, когда была очередь в тех садики, можно было это самое, перспектива какая-то была, будущее было. Сейчас будущего нет у нашей молодежи, никого. У меня один сын в Симферополе живет, другой в Кривом Роге живет, а я здесь одна осталась, и внуки поуезжали. Мы просто живем одни пенсионеры, и те, кому некуда ехать. Вот тут уже ничего нет, пусто. Остались одни пенсионеры, которые доживают. Была работа, было все, дети уехали, остались одни старики, мы тут одни. Больная тема, потому что действительно очень много людей уезжает из Донбасса, не видя окончания войны, видя, что проблемы нарастают, не видя, что государство помогает. И, конечно, это дело государства, которое должно повернуться лицом к тем людям, создать рабочие места, дать им возможность жить здесь, не уезжать куда-то, потому что туда, куда они едут, там тоже не сладко. Везде никто нас не ждет, никто не хочет нас видеть, я имею в виду нас, граждан Украины, особо никто не привлечает. Поэтому задача правительства поддержать своих. Вот как раз мы поэтому и боремся за наших людей, чтобы не платили внешним спекулянтам, а платили людям, чтобы они оставались здесь и работали. Свои вопросы задают и промышленники с большим стажем. Вот что беспокоит Виктора Раненко, директора завода, выпускающего газовые плиты. Завод наш существует давно, ему в этом году будет уже 60 лет. Значит, завод выпускает более 200 модификаций плит. Завод знает весь мир, знает Европу. Мы поставляем больше 60% плит на экспорт. Поэтому у нас волнует ряд вопросов, касающихся поставки плит, производства плит, вопросов, ну, конечно, экономические вопросы. Волнует то, что сегодня, поставляя на экспорт большое количество продукции, мы не чувствуем никакой поддержки нашего государства в этом отношении. Например, взять Белоруссию, взять Россию. Там есть какая-то забота о предприятиях, которые поставляют на экспорт продукции. Мы же, поставляя более 50% продукции на экспорт, не ощущаем никакой поддержки в этом направлении. Ни в уменьшении налогов, ни в экономическом плане, ни в каких других планах. Я знаю, и этот завод, и директора знаю. Я считаю, что это вот как раз завод, который сохранился в самое тяжелое время. У него очень хорошая продукция, он идет вновь со временем. Я абсолютно прав, когда, под чем поддержать может государство, предприятие, работающее на экспорт. Это доступные кредиты по 3-5%, а не по 20%, как сегодня. Это налоговые льготы, это лоббирование в здоровом смысле его продукции на экспорт. В других странах, что делает любая нормальная страна. И тогда у него будет не 600 рабочих, как сейчас, а будет 6 тысяч. Тогда он будет больше давать денег в бюджет, тогда будет процветать город. Это больная тема, и, к сожалению, сегодняшняя власть мы видим абсолютно далека от реальных проблем промышленности. Не понимает даже, о чем идет речь. За такие заводы надо бороться, и будем мы бороться, чтобы они существовали, а не закрывались. Следующий вопрос от работников сферы образования, которые не знают, как будет начать новый учебный год. Давайте послушаем. Добрый день. Юрий Анатольевич, я учитель со стажем 33 года. В этом году учитель начальных классов. В этом году набираю первый класс. У меня сейчас проблема не только у меня, но и у моих родителей. Они ко мне обращаются. Как будет осуществляться 1 сентября? Дело в том, что мы очень волнуемся. Я бы очень хотела, и все родители очень бы хотели, чтобы 1 сентября дети пришли на первый звонок. Потому что только живое общение на уроках, только когда я буду контактировать с детьми, я смогу работать. Потому что никакой скайп, никакой вайфай, никакие гугл-классы, которые у нас в этом году были образованы, очень тяжело с детьми работать, особенно с первым классом. И особенно тяжело работать внуши. Новая украинская школа представляет собой, что утром мы начинаем с ранкового кола, где дети с детьми общаемся, дети рассказывают о своих проблемах, о своих впечатлениях. Это очень тяжело, потому что без общения, без живого общения тяжело работать. Мы очень просим вас, и родители, и все учителя, чтобы не было дистанционного образования, дистанционного обучения. Даже если уже этот коронавирус, может как-то по группам дети будут приходить. Одна группа, 15 человек на одно время, например, на 8, вторая группа на 11. Но чтобы дети общались с учителем. Большая просьба к вам. Я почему усмехнулся, потому что я недавно был на Обскове, это Луганская область. И вот там мне рассказали интересную историю, показали школу, где дети собрались, пришли к школе и начали требовать, чтобы учителя возобновили обучение. Им уже надоело, скажем так, бездельничать и отдыхать, и они хотят в школу. И, к сожалению, это беда, поскольку дистанционное обучение на определенном этапе, оно как-то спасло, но сейчас стоит вопрос о том, как быть дальше. Не может человек и может ребенок все 10 лет учиться дистанционно. Ему надо общаться, ему надо ходить, они должны в своем социуме жить. Поэтому, конечно, право у тебя, учительница, что придется делать какие-то социальные дистанции, дистанции соблюдать, средства безопасности, расстояние друг от друга, там, уменьшить количество учеников, но, безусловно, надо возобновлять очное обучение и стремиться к тому, чтобы это обучение было безопасным. Вот это наша позиция, мы, собственно говоря, и будем отстаивать. Вопрос меры прекращения боевых действий, особенно острый, он стоит возле линии соприкосновения. Давайте послушаем. Ой, когда будет порядок в стране и улучшится жизнь наших людей, особенно Донбасса, война, война, нам вот это, прекратить войну, все. Эта война нам уже, как бы, надоела все. Когда это закончится? Сил уже нету больше. Дети здесь живут, внуки, терпения нету больше. Ждали от Зеленского, ничего не дождались. Чем ближе к линии фронта, тем острее люди ставят эти вопросы. Действительно, очень многие ждали от президента Зеленского выполнения своих обещаний, выполнения достижения мира. Он их обманул, и я думаю, что война прекратится только после этой власти. Карантин затронул многих, даже предприятия, отвечающие за вывод с твердых бытовых отходов. Послушаем, что беспокоит людей. Я директор коммунального автотранспортного предприятия города Дружковки, Руденко Сергей Николаевич. Со времени карантина многие предприятия у нас в городе остановились, предприниматели прекратили работу, многие люди пошли в административные отпуска. То есть население стало недополучать деньги, население обеднело. Поэтому на моем предприятии возникло трудное финансовое положение, потому что люди не стали платить в полном объеме за вывоз бытовых отходов. Поэтому предприятию пришлось очень тяжело. Возросла кредиторка. Предприятию надо оплачивать за ГСМ, платить людям зарплату. На данный момент с послаблением карантина предприятие начало более-менее нормально работать, финансовые потоки увеличились. Я хотел бы обратиться к нашей партии, чтобы все-таки скорее закончили этот карантин, чтобы открылись все предприятия, чтобы люди начали работать, получать оплату за свою работу и, конечно же, оплачивать нашему предприятию за выполняемые услуги. Очень больная тема – выход из карантина всей промышленности, предприятий, людей. И сегодня мы видим, насколько это тяжело происходит. Причем во многом происходит тяжело, потому что недостаточно выделяется средств государством для того, чтобы профинансировать и людей, людям помочь, и предприятиям запустить, и дать им доступные кредиты, дать им возможность каких-то налоговых льгот. Вот все это беды, которые, на самом деле, они по всей стране, а на Донбассе особенно, потому что в дополнение к карантину еще и война. Все, кто сталкивается с промышленниками, они понимают, насколько остро стоит проблема. Сегодняшнее правительство эту проблему не решит. Мы уже это видим, и поэтому мы настаиваем на том, чтобы они ушли в отставку. И на должности министра назначили людей, которые что-то соображают и могут помочь промышленности, предприятиям, местным органам власти, а не просто иметь какое-то отношение к шоу-бизнесу 95-му кварталу, как это раньше было, когда назначали по этому принципу руководителей. Благодарю всех, кто смотрел диалог с Донбассом. Отдельная благодарность тем, кто задавал свои вопросы, поднимал темы, важные для многих людей. Вместе возродим Донбасс. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин